Во Владивостоке прошло очередное заседание Международного бизнес-клуба «Диалоги». Первые лица компаний Дальнего Востока встретились, чтобы обсудить зеленую экономику, экологичные технологии в производстве и сельском хозяйстве. Зеленая экономика, безусловно, повышает благополучие людей, обеспечивает социальную справедливость, снижает риски для окружающей среды. И в первую очередь зеленые технологии, актуальные в производственной сфере, в сельском хозяйстве и в первую очередь в других направлениях бизнеса. И российский бизнес сегодня стремится применять лучшие мировые практики. Надо беречь планету. Больше не активистский лозунг, а новая реальность. С 2023 года Евросоюз вводит углеродный налог. Он коснется импортируемой в Евросоюз продукции с большим выбросом парниковых газов. Нефть, природный газ и металл обложат дополнительным сбором. По оценкам экспертов, новый налог может затронуть до 40% российского экспорта. Ежегодная сумма может достигать 6,5 миллиардов евро. Новая экономическая реальность подразумевает уважительное отношение к планете и ее недрам. Бизнес, который адаптируется к новым правилам игры, сможет динамично развиваться. Наши не навредить – это использовать максимально экологичные материалы. Это первое. Второе – максимально озаботиться о сохранении той фауны и флоры, которая у нас окружает взаимовыгодно, взаимоуважительно обращаться с природой. Помимо прибыли, все более важным для бизнеса становятся социальные и экологические аспекты. От того, насколько быстро потребители бизнеса найдут решение минимизации негативного воздействия, будет зависеть, в каком мере мы будем жить. Именно зеленая экономика снизит риски для окружающей среды, обеспечит социальную справедливость и повысит благополучие каждого из нас. Я прежде всего желаю, чтобы мы воспринимали окружающую нас природу как дом, наш реальный дом. И почаще сравнивали окружающую природу с нашей квартирой или с нашим домом, что у кого есть. И вот отношение к нашему дому переносили бы на природу, где мы с вами находимся. Потому что на самом деле природа для нас очень много дает, а без нее мы в принципе жить не сможем. Поэтому мы от нее зависим очень сильно. И если мы будем относиться к нашей природе как к нашей квартире, то нас ждет процветание. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.